Рейл Балтика У наших северных соседей возникли проблемы с планированием участка трассы на территории Пярнусского уезда, который недавно аннулировал суд. Еще одна проблема – проектирование основной трассы. 2026 год до сих пор был нашей собственной целью. На европейском уровне этот срок не был закреплен. Но теперь, к сожалению, становится ясно, что в этот график нам не уложиться. С одной стороны, не успеть осуществить техническую и строительную части проекта. С другой – финансирование не покрывает весь проект полностью. А вот в Министерстве сообщения Латвии настроены оптимистично. У нас все идет по плану. Вызовы у нас, конечно, есть. Все участки очень сложные. Конечно, более сложные те, которые в округе Риги и через Ригу, они более сложные, чем те, которые в области, ближе к Эстонии, ближе к Литве. Потому что там просто меньше решаемых вопросов. Но на данный момент мы не видим нерешаемой вызовы в проектировании и для начала строительства. По словам представителей Министерства сообщения, магистраль между Латвией и Эстонией не является приоритетной. Это означает, что ситуация в Эстонии не сильно влияет на латвийский график строительства. На наши сроки, наши планы, работа в территории Латвии не влияет никак. Потому что, еще раз могу подчеркнуть, что наш приоритетный участок, который будет построен в первую очередь, это участок от аэропорта Риги до границы Литвы. Добавлю, запуск магистрали Рейл Балтика должен произойти к 2030 году. Общая стоимость проекта – почти 6 миллиардов евро. Однако из-за растущих цен на строительные работы эстонская страна прогнозирует удорожание линей.